сегодня наша следующая тема достаточно большая это работа с кисточками вот я вам напоминаю что для работы нам понадобятся окошечко со слоями маленькое увеличить миниатюры насколько можно так вот значит у нас с вами на нашем языке пензли кисти на державной английской мове это браш соответственно фотошопе есть горячие клавиши горячие клавиши не комбинации клавиш вызов инструментов он осуществляется обычно просто кнопкой обычной кнопкой клавиатуры звуковками активация инструментария кисей также их производных карандашей некоторых инструментов редактирования изображения осуществляется кнопочкой б нам с вами понадобится резинка и кисточка резинка на английском языке у нас с вами тоже достаточно что такое чего опять не так а резинка на нашем с вами языке смысле на английском называется стирачка вот соответственно у нас две горячих кнопки кнопочка б переключает на кисточку и у нас с вами есть возможность что-то там порисовать кнопочка и английская переключает на резинку и ей можно постирать в общем-то на нашей кафедре планшет на многих планшетах графических настоящее время добавились кнопки большинство планшетов она оптимизирована конкретно под photoshop потому что является лидером соответственно те кнопки которые там есть они тоже переключаются на кисточки резинки еще какие-то там инструментарий увеличение уменьшения изображения он там тоже есть вот но вернемся к нашим кисточкам значит обратите внимание что что я сейчас буду рассказывать касается инструмента кисть инструмент кисточка он один такой photoshop несмотря на то что вы можете увидеть что здесь что-то похоже на кисточки есть здесь что-то похоже на кисточки есть там еще что-то непонятно может где-то вот присутствовать страшное так вот инструмент кисточка он нас с вами один дальше для рисования я создал новый слой если у вас палитры слоев нет я напоминаю вы можете взять кнопку f7 нажать или в пункте меню окно находятся все палитры photoshop каждое изображение которое мы рисуем желательно располагать на отдельном слое вот в палитре слоев когда мы что-то рисуем там у нас присутствует миниатюра того что мы рисуем это линии провожу посмотрите здесь в палитре слоев на миниатюре слоя вот эти линии тоже показаны если вы по миниатюре слоя правой кнопочкой щелкните можно изменить величину этой миниатюры то есть в таком виде мы вообще не понимаем если там рисунок или нет на маленькой миниатюре что-то можно разглядеть что там что-то типа есть но что конкретно нет ну вот на большой миниатюре это подробнее как-то все выглядит но она занимает больше мест поэтому тут уже все зависит от размера величины ваших экранов на которых вы работаете как вам удобно с этим работать так вы и будете поступать вот у кисточки есть три основных параметра кстати правой кнопкой щелкайте когда вы открываете окошечко кисточки окно основных настроек которые три штуки во первых у кисточки есть ее раньше называлась диаметром сейчас это просто величина кисти правильно начали называть размер называется который можете менять он сдается в пикселях вот есть следующий параметр у кисточки который называется жесткость границы кисти кисть может быть абсолютно жесткой вот вариант когда у вас четко прослеживается контур от мазка и кисть может быть абсолютно мягкой жесткость в 0 процентов когда станете и вот она пушистая по краям соответственно этот вот регулятор здесь присутствует и третий параметр это форма форма отпечатка кисти я вам напомню что все палитры настраиваются в фотошопе и кнопка настроек это вот шестеренка в правом верхнем углу в нашей версии там может быть не шестеренка гамбургер или три палочки или три точки ну разница небольшая во всех версиях окна настраивается в правом верхнем углу вот так где у меня тут какая-нибудь настройка есть такая вот сейчас я немножко кое-что изменю здесь так что они все какие-то маленькие размер раньше можно было поменять и а вот он теперь тут меняется вот так что собой представляет кисточка в фотошопе кисточка фотошопе собой может представлять на следующую конструкцию вот представьте что у вас есть какой штамп штамп может быть квадратный треугольный форме какого-нибудь животного еще чего-то в этот штамп макаете в какой-нибудь цвет и щелкаете один раз вы получаете отпечаток тащите много раз вы получаете какую-то кривую соответствующими зазубрины вот что собой представляет грубо говоря кисточка то есть такой штампик с формой определенной формы было различные отдельный инструмент штамп тогда для чего используется инструмент штамп является инструмент инструментом клонирование изображения копирование изображения то есть это не инструмент рисования он делает копии хотя свойства у него берутся из кисти вот почему я говорил что photoshop базируется на трех китах это выделение кисти и слои потому что почему кисти я выделил как базовые инструментарии потому что на базе кистей работают многие инструменты редактирования штамп них исключение многие инструмент создания спецэффектов то есть если вы поймете как работать с кисточками то этот инструментарий который там присутствует он для вас не будет являться чем-то непонятным вот что собой представляет кисточка в новых версиях photoshop у нас с вами здесь появилась возможность еще работать с формой кисти то есть ее сплющить можно ведь вот таким вот образом а также повернуть на определенный угол раньше этого было в основной палитре настройки кисти было всего три свойства это размер жесткости форма но впоследствии оказалось что очень часто нужно кисть как-то трансформировать и вращать и было бы хорошо чтобы эта функция была всегда под рукой и и и в общем то они сделали под рукой значит в старых версиях photoshop кисточки они находились вот единым списком без разделения на вот такие вот папки которые сейчас присутствуют но это как бы не сильно чем отличается но некоторых вот наличие вот этих папок может немножко сбивать если кто-то работал со старыми версиями photoshop как меня когда я первый раз увидел меня это в общем то в ступор вогнала плюс я не увидел кистей которым я привык ну за 20 лет ты как это привыкаешь что вот открываешь там есть круглые квадратные и все хорошо тут вот открыл вообще вот в таком виде ничего не было я чуть в обморок не упал потом когда понял что это можно раскрыть немножко меня попустило но своих кистей я не увидел и не один такую истерику закатал многие дизайнеры по всему миру тоже истерили концерна доби сказал ладно старики хорошо вот для вас старых пердунов мы сделали кнопку вернуть устаревшие кисти на место вот то что мы выстрадали нажимаете на кнопочку вернуть устаревшие кисти куда не делись непонятно а прошу прощения у меня окошко вылетает на третий монитор вот это окошко верну на место спрашивают восстановитель набор кистей для стариков говорим восстановить вот у нас появилась то с чем photoshop раньше 20 лет находился вот кисточки по умолчанию вот стандартные кисти которые которые мы привыкли есть круглый есть где-то там квадратные вот кисточки для любителей квадратных кистей вот они все на месте и различные кисти с мокрыми краями с не мокрыми краями широкими краями ну то есть вот вот большая такая вот библиотека в которой все было чем вот душе угодно вот такие штуки можно было рисовать стрёмные соответственно я надеюсь что они эту функцию оставят вернуть на место устаревшую эту библиотеку и с ней мы тоже будем жить вот значит разобрались с основными параметрами если по основным параметрам вопросов нет я побегу потихонечку дальше вот дело в том что когда мы посмотрим на инструмент карандаш откроем его параметр мы с вами увидим ту же самую песню размер диаметра карандаша жесткость границ форма и все остальное то есть карандаш от кисти реально вот так вот когда смотришь а я прошу прощения сложно отличить я не пробежал по панели свойств инструмента ну понятно название инструмента вот эта кнопка следующая прошу прощения на меня телефон напал резко вот так вот на панели свойств активный инструмент мы с вами наблюдаем что есть дубль вот этого окна окна из правой кнопки которую я доставал она там вот присутствует дальше есть кнопка которая достает расширенные настройки кисти которые мы чуть позже посмотрим также у нас с вами есть режимы наложения что я вам могу про них рассказать если мы находились в аудитории у меня в тренинге лежит бумажечка которая характеризует режимы наложения подробно но если их использовать инструментами рисования фотошопе то мы с вами можем выяснить такую штуку что при разных режимах у нас краска ложится по разному давайте самый простой пример я хотел по быстрому поискать перечень режимов наложения он есть везде например на сайтах дизайнерских режимы наложения в фотошопе в любой книжке они тоже приедем вот их полный перечень здесь даже какие-то горячие клавиши есть по этому поводу и их можно в любой книжечке просмотреть так вот если у нас есть простая кисточка давайте возьмем цвет зеленый в нормальном режиме наложения сто процентов краски именно того цвета который мы выбрали будет ложиться на изображение без каких-либо изменений в любых других режимах у нас происходит взаимодействие цвета краски с изображением на которой мы эту краску значит наносим в определенных режимах это будет касаться яркости цветов в определенных режимах это может касаться изменение цвета зависимости от того на как он на какой мы попадаем оттенок происходит смешивание краски и получается другой цвет но это немножко из колористике бывает вот мы их сейчас касаться не будем чтобы не заморачивать голову но чтобы вы знали что если вы хотите тем советом которые выбрали рисовать значит у вас режим наложения должен быть нормальный тогда краска никак не измениться куда бы ее не накладывали а если вам хочется делать мазки кисти полупрозрачными у нас есть переключатель процентов прозрачности или нажима можете пользоваться и тем и другим от 0 до 100 процентов вот мы зелененьким один раз два раза наш макали и чем больше вы шмакайте тем более насыщенным станет вашим вот такой вот это вот изображение ци а так что нам еще может понадобиться если изначально хочешь сделать градиентную линию кистями это сделать или градиентную заливку кистями сделать ну не то чтобы совсем нельзя дело в том что у нас вот есть возможность использовать инструмент который так и называется градиент градиент нужен для создания плавного перетекания определенного количества одних оттенков в других ну чаще всего для создания плавного перетекания на самом деле тут можно сделать так называемый шумовой градиент чтобы у вас глаза на лоб от него такой ядовитый вытекали градиент вот пожалуйста вам градиент на заливка чем получается плавнее оттенки будут чем короче тем эти оттенки которые вы выставили здесь будут плавнее ну градиент мы рассмотрим более подробно чуть позже вот да инструмент рисования он очень полезно что можно будет сделать с кистями я сейчас покажу для этого нужно рассмотреть просто расширенные настройки кисточек а вот о чем я трендел до этого а вот что мы тут рассмотрели более или менее все рассмотрели но в новых версиях появилась возможность симметричного так стоп неактивно кисточка кисточка на симметричное рисование появилась но я не уверен в если она в нашей версии фотошопа ну вот автодеска у скетч скетч как он там называется вас вниз скетча по моему у него навсегда было мне очень нравилось я очень жалился в фотошопе не было вот этой штуки теперь мы тоже возрадовались у нас наконец через 20 лет как появилась возможность работать с симметричными такими вот вещичками но это как говорится мелочь мелочи жизни без которых мы можем обойтись так возвращаемся на родину соответственно если вы выберете резинку она называется ластиком вот у обычный необычные опупенные тут три варианта ластиков но пока давайте посмотрим как обычный ластик работает вот у нас есть обычный ластик слои у нас разные бывают есть слоем обычный растровый прозрачный он стирает до прозрачности а есть слой фоновый это подложка фотошопе так вот на подложке фотошопе если вы попытаетесь ластиком обычном поработать то он будет стирать до цвета фона посмотрите на инструментальные палитре у нас два квадратика верхний квадратик цветовой индикатор цвета рисования по все инструменты рисования обычным рисуют а нижний квадратик это то что считается цветом фона считается фотошоп не знает что является цветом что нам хочется чтобы бумага была белая ему это не в далек Вот, соответственно, на фоновом слое резинка будет рисовать цветом второго квадратика просто. Если вы цвет фона скажете, что он желтый, Photoshop будет уверен, что он стирает все желтым цветом до желтого цвета. Вот такая вот радость. Но на обычных слоях прозрачных, поскольку они прозрачные, то он просто будет изображение удалять. Вот, чтобы вы не пугались. Слои фоновые и обычные слои в этом плане немножко отличаются. Вот, что нам нужно знать о работе с цветом. У нас есть несколько вариантов цветовых палитр. Ну, во-первых, вы заходите в пункт меню окна, выбираете цвет. Там какая-то горячая клавиша F6 есть. И у вас появится цветовая палитра. Вот она у нас открыта. Ей можно пользоваться. Вы уже заметили, как я ей пользуюсь. Справа есть разрезанный цветовой круг в полоску, где все цвета радуги перечислены. Их вы можете выбрать. А вот на большом этом поле выбираете оттенок цвета для работы. Можно использовать вот эти квадратики цветовый индикатор. Щелкнув на соответствующую правую кнопку, у вас откроется окно выбора цвета. Вот. В окне выбора цвета вы увидите, что можно в численном варианте задавать. Нам известно RGB Red Green Blue 0 до 255. Можно в этой палитре цветовые показатели записывать. Или в палитре четырех красок Cyan, Margento, Yellow Black. В процентном соотношении. Или вот, пожалуйста, для веб-дизайна у нас есть решетка. И вы в тег какой-нибудь бэкграунд ставите вот этот вот цвет или какую-нибудь заливку или еще что-то. Или бордер-колор там и так далее. В каскадные таблицы стиля для веб-дизайна впихиваете прямо отсюда, не задумываясь. Здесь, кстати, можно ограничить веб-цветами. Поставив галочку, здесь будут демонстрироваться только те цвета, которые используются в веб-дизайне. Видите, их меньше, чем те цвета, которые в полноцветной палитре используются. Но для веб-дизайна это вполне достаточно. Это элементы интерфейса. Это все-таки не фотографии, а какие-то окна, кнопки и так далее. Здесь есть возможность переключиться в библиотеку цветов, которая содержит ГОСТы этих вот цветов различных. Дело в том, что в полиграфии стоит специальное полиграфическое оборудование, с которым работают люди, которые распечатывают листовки, буклеты, визитки и так далее. Но раньше еще были издательства. Я так предполагаю, что глянцы журналы постепенно отмирают. Но раньше и там специальные машины стояли. Так вот, с этими машинами поставлялись пробники цвета. Как вы парфюмерию, когда покупаете, там тоже есть какие-то пробники с цветами помад, духов и прочего. Вот тут то же самое. С вашей печатающей машинкой к вам на брелоке пришла куча разноцветных бумажек. И это все те цвета, которые ваше печатающее устройство позволяет печатать. Соответственно, у каждого этого цвета есть библиотека. Вот они тут называются понтонами. Понтон столько-то градусов и столько-то градусов и так далее. Тут не градусы, но это не важно. В общем-то, наименование этих оттенков. Соответственно, если вы как опытный дизайнер приходите печатать свою продукцию в полиграфик центр, вы к технику подходите, показываете ему тот цвет, который вам нужен, он соглашается или говорит, что его печатающая машинка не способна, его принтер, плоттер не позволяет такой цвет распечатать. Или он может вытащить вот этот брелок с картонками разноцветными, вам дать и спросить, подходят ли вам такие цвета. Вы посмотрели, там небо голубой оттенок не тот, который вам хочется. И вы идете в другой полиграфический отдел, в другую фирму, пока не найдете те оттенки, которые вас удовлетворят. Это, в общем-то, вещь важная, потому что были случаи, когда... Ну, правда, эти случаи были давно, когда ребята создавали открытку, ее там сумасшедшим тиражом печатали, там 10 тысяч были такие тиражи, сейчас такого уже, наверное, нет. И вот, не глядя, отдавали в полиграф центр, и оказалось, что небо со смещением оказалось не голубым, а зеленым. Ну, понятно, что такую открытку болотного царства никто бы не купил. Девушка, которая работала в этом издательстве, как-то показала, она открыла кладовку, там до самого потолка забито негодными тиражами визиток, буклетов разных, в которых была цветовая гамма неправильно отпечатана. В общем-то, чтобы такого не было, желательно озадачиться, могут ли печатающие устройства тех фирм, где вы полиграфические работы свои печатаете, воспроизводить те цвета, которые вам нужны или не могут. Ну, это мелочи детали, это и о понтонах, почему они появились, откуда они взялись. Ну, как один из вариантов, вот такую легенду басню вам рассказал. Так, мы можем использовать еще палитру образцы, но она из окна достается тоже. Ну, тут она у меня есть, вот. Образцы представляют собой, в общем-то, различные варианты цветов. Если кто-то из вас работал в векторных редакторах, то там вот в таком виде могут присутствовать эти вот элементы. Вы можете сами выбирать вот какие-то цвета, которые вам хочется, вот, например, какой-то голубенький, и добавлять в соответствующую палитру вот новый образец туда добавлен. Зачем это делать? Ну, когда мы с вами ограничены несколькими корпоративными цветами, вы их просто на эту палитру выставляете, там у вас 4 цвета или 5, с которыми ваш заказчик разрешил работать, вы их выставили конкретно, их только используете и больше ничего не используете. Их, конечно, можно все время подбирать, но это, вы видите, процесс подбора цвета, он может быть очень долгий. А если вы уже знаете те характеристики цвета, с которыми вы работаете, то легче использовать палитру образцы. Ну, в новой версии у нас еще и градиенты тут вынесены, но это немножко не для кисти. Вот, значит, разобрались. Цвет рисования – это передний квадратик, а с кисточками мы будем поступать вот таким методом. Так, я залью это дело белым цветом, и кто-то автовыбор включил. После последнего падения операционной системы я не успел фотошоп настроить под свои нужды. Так, я сейчас, с вашего позволения, включу масштабирование колесиком мышки, так и не помню, где она у нас в этой версии работает. Ага, вот, аж где. Вот, хорошо. Поехали дальше. Воспользуемся нашими древними кистями, где они у нас. Базовые кисточки, кисточки. Есть вот такая вот кисточка, которая содержит травку, травинку вот такую вот. Наша лабораторная работа номер 3, она будет заключаться в том, что мы с вами будем, она называется «Работа с кистями». Так, я сейчас попробую глянуть. Может быть, надо поправить то, что там на ДО находится, докидать все лабораторные, потому что там далеко не все может быть. Так, лабораторная работа номер 3. Да, все правильно. Значит, здесь вот комикс я нарисовал, но сейчас мы будем его тоже рассматривать, как я это дело рисовал. с помощью инструментов рисования. Так, это у нас методичные вказевки. Ну, тут некоторый миссандестендинг, те работы, которые находятся в методичных вказевках, немножко не совпадают с теми, которые мы делаем на лабораторных. Это тоже все время обновляется, туда-сюда бегаем. Вот, значит, о чем идет речь? Речь идет вот о чем. Допустим, я хочу нарисовать полянку с травой. У нас с вами есть вот такая травинка. Вот она с какой-то периодичностью у нас здесь расставляется. Так, прошу прощения. Если мы с травинками, то давайте попытаемся какой-то зеленый цвет хотя бы использовать. Значит, что нужно сделать, чтобы получить такую травку, похожую на травку? Приходится использовать вспомогательные настройки. Это дополнительные настройки кисти. Дополнительные настройки кисти можно открыть, нажав на кнопочку иконки вот этой вот папки с кисточкой или нажав окно кисточки, настройки кисти. Ну, или нажав клавишу F5 горячего, тут все это есть. Вот. Что представляет собой вариация этого окошка? Оно содержит, во-первых, базовые настройки. Это диаметр формы отпечатка кисти, жесткость. У некоторых кисточек нет возможности менять жесткость границы. Это специфические кисточки. Ну, этого не пугайтесь. Но тут уже появляются новые параметры. И тут целая вкладка из батареи новых свойств, которые можно использовать. У некоторых из этих параметров есть отдельная вот такая вкладка, которая позволяет их регулировать. А некоторые из них это просто спецэффект, который ты можешь включить или не включить. То есть, шероховатая кисточка с влажными краями, со скругленными краями и так далее. Раньше вот этот список был разделен палочкой на две части. Было очевидно, что верхняя часть – это пункты меню, которые можно редактировать, а нижняя часть – это просто спецэффект, который галочкой включается. Почему-то эту палочку убрали. Я не знаю, почему. Теперь это не так очевидно. Давайте форму отпечатка кисти, первый вариант, посмотрим. Тут присутствует интервал мазков в кисти. Если он большой, то через периодичность, ровную периодичность, равную. У нас мазки появляются. Если этого интервала нет, мы получаем сплошную линию. В данном случае нам нужны какие-то интервалы между травинками. Допустим, вот такие меня устроят. Дальше. Что с травинкой не так? Ну вот, полянки с такими травинками, наверное, в жизни встретить невозможно. Не бывает таких травинок, которые находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и смотрят все в одну сторону. Поэтому выбираем следующий пункт, который называется «Динамика формы». Здесь есть соответствующие ползуночки, например, колебания размера. Размера кисти. От нуля до 100%. У нее дополнительный параметр, который называется «Минимальный геометр». Смотрим, что у нас получилось. У нас они теперь разнообразные. Но все равно смотрят в одну сторону. Что делать? Можно использовать колебания угла наклона. Если мы 100% поставим, то, конечно, опять-таки, это не полянка, это получится шерсть какая-то. Потому что оно под случайными углами все-таки вот таким вот образом разбрасывается. Мы можем колебания формы, то есть колебания угла сделать небольшим, до 5 градусов, например, или 8. И вот таким вот образом такая травинка имеет место быть. Уже лучше, уже похоже на какой-то лук, который находится в стадии какого-то смерча, который сдул все в одну сторону. А вот, чтобы оно у нас не сдувалось в одну сторону, мы можем нажать отразить по иксу все вот это безобразие. Соответственно, у нас травинки будут смотреть в разные стороны. И влево, и вправо. Это уже хорошо. Но травинки все одинаковые по пропорциям. Такого тоже не бывает. Поэтому, ну, они тут уже не одинаковые. Уже, я не доглядел, колебания формы. Ну, вот мы его выставляем, что некоторые из них длинные, некоторые скукорженные получаются. Вот. Единственное, что у нас травинка, травинки уже лежат неплохо. Единственная проблема, что цвет один. Вот. Травка какая-то, но еще нереальная травка. Так вот, чтобы получить более реальную травку, нам необходимо использовать разные цвета в мазках. Это вот то, что вы спрашивали насчет того, чтобы рисовать кисточкой градиентно. Совсем градиентно кисточкой рисовать, конечно, не совсем получается. Но мы с вами можем использовать динамику цвета для того, чтобы у нас мазки кисти получились другого цвета. Ну, начнем с простого. Что мы знаем о траве? Ну, говорят, она бывает зеленая, а еще, говорят, бывает еще и желтая, например. Я эти два индикатора переднего и заднего фона сделал один желтым, другой зеленым. Сейчас оно неприменимо. Пока. Смотрим, что у нас тут присутствует. Колебания переднего и заднего плана. То есть, переднего и заднего квадратика. Цвета этих квадратиков. Выводим на 100%. Таким вот образом будет в одинаковой пропорции 50 на 50 использоваться цвет желтый и цвет зеленый во время рисования. У нас уже используются два цвета при рисовании нашей травки. Но она все равно нереальная травка. Потому что два цвета, оказывается, это тоже мало. Оказывается, трава в жизни обладает различными оттенками. Бывает светло-зеленый, темно-зеленый, светло-желтый, темно-желтый. Там этих оттенков может быть великое множество. Что можно сделать еще? Мы можем использовать все цвета радуги в наших мазках кисти. Колебания цветового тона. Если поставить на 100%, то будут использоваться все цвета радуги, которые там есть. Ну, это тоже какая-то нереальная травка получилась. Ну, вернее, травка под ЛСД получилась у нас. В жизни тоже редко такое встречаешь. Но что же нам с вами нужно сделать будет? Колебания цветового тона, опять-таки, если поставить на процент небольшой, то он добавит ближайшие оттенки и цвета, которые к нашим зеленому и желтому относятся. За счет чего мы получим более интересное разнообразие. Но яркость цвета, насыщенность краски, она у нас пока еще все время одинаковая присутствует. Что же нам делать? Колебания насыщенности использовать, пожалуйста. То есть будет какая-то более темная, более светлая и так далее. Если на 100% вытащить, например, вот насыщенность уже разная. Колебания яркости. Что-то будет очень черное, что-то будет очень не черное. Ну, по-разному бывает. Хотя, мне кажется, черная трава это тоже небольшой перебор. Вот. И она ложится все равно достаточно ровными рядами, такими интересными. Это последний штрих динамика, а не динамика, а рассеивание. Так как у нас рассеивание позволяет раскидать траву. Каким образом? Вот вы ставите рассеивание относительно какой-то оси. То есть так оно идет вдоль курсора мышки, так оно от курсора мышки начинает уже в разные стороны разбрасываться. У нас больше интересует счетчик и колебания счетчика. Колебания счетчика позволяет сделать в одном месте больше травы, накидать в другом меньше. Случайно. С помощью генератора случайных вот этих вот накидываний травы. Вот. И что у нас получается? Значит, на переднем фоне у нас с вами получается большая трава. Уменьшаем диаметр кисти квадратными скобками на клавиатуре. Вторая стадия травы. Третья стадия травы. Четвертая стадия травы. И так далее. То есть вот таким вот образом мы с вами сделали нашу полянку. Попытались какую-то перспективу ей задать. Создаем новый слой. Напоминаю, что можно создавать слой новый через верхнее меню. Можно в палитре слоев. Управляющие элементы в палитрах находятся снизу. Рядом с мусорником кнопка создания плюсик новых слоев. Вот. Значит, здесь мы с вами можем уже взять какую-нибудь стандартную кисточку и нарисовать каким-нибудь коричневатым цветом какие-то там холмы, какие-то там прогалины и так далее. Ну, прогалины это чуть позже. Чуть позже. Так. Это у меня горизонт. Горизонт. Принцип организации информации по слоям. Он такой. Вот давайте нарисуем, например, дерево. Дерева у нас еще не было. Я создал новый слой. Для дерева я вот тут что-то вот такое, какую-то корягу из себя изобразил. Я вообще не помню, как выглядит дерево. Я вообще редко выхожу из своей пещеры. Вот. Поэтому вы сильно уж не ругайте. Ой, какая резинка большая. Вот тут что-то протереть. Вот. К дереву я хотел пришпандерить, чтобы оно на дерево было похоже. Листья. Так, кисти по умолчанию. Значит, где-то у нас есть листочки. Вот какие-то кленовые листочки. Дерево у меня будет тоже весьма странное. Выцвевшее. Ну, там, что-то тут кто-то с ума сходил по настройкам. Очень много всего настроено на этих листочках. В том числе и цвета были странные. Ну вот. Можно сказать, что это дерево какое-то. Это не дерево, это монстр. Но смысл вы поняли, почему я делал все это дело в новых слоях. Потому что можно отдельно переносить слой с травой. Можно отдельно переносить слой с линии горизонта. И отдельно переносить слой с деревом. Например. Создаем еще один слой. Когда мы дублируемся от слоя? Мы дублируемся от фонового или какого? Я как-то не заметил. Или от дерева. Что значит дублируемся? Создаем новый слой. Мы от последнего, с которым работали? Когда создается слой, он в палитре слоев будет создаваться чуть выше от текущего активного. И он, получается, наследует все, что было на... Ничего не наследует. Создается пустой прозрачный кусок стекла, на котором я рисую. Понял. Хорошо. Значит, здесь будет домик. И поскольку я сегодня не показал технику, которую я все время забываю, у нас можно прямые рисовать кисточкой. Для этого достаточно зажать на клавиатуре shift. И тогда вот можно прорисовать прямые палочки. Так. Как там... Как-то вот... Я немножко тут побалуюсь. Ну, у меня оно все какое-то стремное, как обычно. И резинкой вот тут лишнее я поубираю. Ну, тут можно дымарь какой-нибудь нарисовать. Кто-то что-то делает. А как вы сразу ставите черный цвет, вот там, где два квадратика? Черный цвет, вот видите, маленькие два квадратика есть. А, вот там, ага. Это вернуть на место черные и белые. А, я понял. Спасибо. А, окна. Чего не хватает? Значит, с shift мы с вами умеем рисовать окна. Прямые, прошу прощения. У меня проблема, что иногда... Ну, не иногда, я очень часто не могу делать два дела одновременно. Нормально, что-то говорить и нормально, что-то рисовать. Вот. Ну, я, к сожалению, не многозадачная среда. Как большинство современных людей едут с тремя мобилками. В одно ухо мобилка одна, в другое ухо в другое, а в третьей он еще разговаривает с кем-то. Я так не умею. Вот. Значит, смотрите, что можно здесь сделать. У нас есть инструмент заливка, который называется инструментом заливка. А, да. Выглядит как ведро. Ну, например, я хочу, чтобы у нас окошки были вот залиты вот таким цветом. Промазал. Опять промазал. Что ты будешь делать? Так. А если, допустим, не заливать и наложить сверху текстуру? Тоже вариант. А где это можно сделать? Я сейчас воспользовался инструментом заливка. Инструмент работает в двух режимах. Первый режим – это заливка цветом. Второй режим – это заливка текстурой. Когда вы переключаетесь в заливку в текстуру, он тут узором называется, появляется вот такая штучка, где вы можете выбрать текстуры, которыми вы хотите работать. Что-то их мало раньше, больше было. Добавить узоры, может, и больше будет. Блин, ну что ты будешь делать? С узорами тут плохо все. Они убрали старые текстуры. Ну, в любом случае, вот у нас такой вот будет, допустим, этот самый. И чердак у нас какой-то вот такой. Вот, и здесь останется сделать солнышко. Создал новый слой, назвал солнышко. Солнышко – самый простой вариант. Вы берете любую круглую кисточку, говорите жесткость 0, то есть она будет пушистая. Выбираете… Ой, страшный черный карлик, а не солнце. Так, что такое? В общем, квадратными скобками подбираете размер солнца. В общем, один раз шмакнули, получили вот такое. Ну, или сколько раз хотите шмакать, столько она будет туда закидываться. И последний штрих у меня был – это создание лучей солнца. Для этого я использовал инструмент прямолинейное лассо. Вот так вот в режиме добавления второго квадратика. Рисую лучики какие-то. Солнце будет их типа испускать. Заливаю все это дело цветом желтым. И этому слою уменьшаю прозрачность. До нужного момента какого-то. Вот, например, что-то в этом роде. Я использовал сейчас команду заливки. Shift F5. Вы не увидели диалог, потому что он у меня улетел на третий монитор. Диалог команды заливки. Он дублирует то, что мы там рассматривали. Может цветом переднего квадратика заливать. Цветом заднего квадратика. Цветом заливать, который вы выберете. Он просто цвет называется. И узор. О, перевели нормально. Классно. Вместо узора. Что там только не встречал в русскоязычной версии. Наконец правильно перевели. Вот. В качестве текстуры вы можете использовать любую фотографию. Для этого надо будет создать пользовательскую текстуру. Например, мне нужна текстура кирпичей. Давайте я вам по-быстрому покажу, как ее сделать. Ищем кирпичи текстура в гугле. Берем картинку. Например, кирпичи какие-нибудь. Ну пусть вот такие будут. Копируем эту штуку. Выделяем эту штуку. И говорим создать текстуру. Это пункт меню редактировать, определить узор. Ну это дословный перевод. Define pattern. Ну это создание узора. Создание текстуры. Напишем кирпичи. Ок. Все. Мне этот слой не нужен. Я его в мусорник кладу обратно. Берем инструмент. Чем я там заливал. А, этот самый заливку. Он добавляется в текущую библиотеку последний. Вот. Кирпичи. Они тут отдельной жизни живут. И слой не тот. Так, слой с домиком. Это вот это, по-моему, да? Так, у кого там фон чуть-чуть? Сейчас. Вот. Ну. То есть принцип создания пользовательской текстуры. Вы поняли, да? Любую фотку берете. Да. Важно, что вы выделяли прямоугольные выделенные области. Текстура может быть только прямоугольная. Вот такая вот печаль. Но. Мы можем создавать не только текстуры пользовательские. Мы кисточки можем создавать тоже. Например. Куда у меня. Вот. Вот у нас есть фотография хомячка. То есть это ваш коллега. Ваш друг-студент. Так, почему он не захомячивается? Вот. Вы хотите использовать в качестве кисти мордочку вашего хомячка. Берете инструмент выделения, как вы хотите. В данном случае мы ничем не ограничены. И выделяете так, как вы хотите. Вот. Той форму, какую вы хотите. После этого нажимаете кнопку редактировать. Создать пользовательскую кисть. Она называется определить кисть. Опять. Define Brush. Пишем хомячок. Вот. И вот смотрите. Уже у меня. Так. Я удалю вот эту штуку. И мы можем. Так. Создадим отдельный слой для этих целей. Пожалуйста. Рисовать мордочками. Цвет. Он один. На всего хомячка. Вот. Единственный, наверное, минус. То есть вы можете. Вашим другом. Но зато вы можете диаметры их менять. В общем-то. Как хотите. Один раз щелкнули. Получили одного хомячка. Раз и потащили. Значит вот хомячком. Хомячковую морду получили. Вот. Это наша следующая лабораторная работа. Куда у меня делась. А. На ДО. Она у нас третья. Вот здесь пошагово показано. А. Я про облака забыл. Небо. То есть забыл. Солнце сделал. А вот. Ну можете. Проглядеть. Вот. Это вот. Все что тут показано. Также вы можете. Проглядеть запись нашего сегодняшнего занятия. 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 Продолжение следует...